Всем привет, с вами Тед. И сегодня мы ответим на вопрос, стоит ли играть в Element TD2. Я думаю, каждый, кто играл в Warcraft 3, знает, что это за карта Element TD. Это Tower Defense, который очень-очень популярный своим мультиплеером, тем, что она не на одного игрока. И имеет как совместный режим, так и режим друг против друга на выживание. Собственно, Element TD2 это и есть. Это карта, портированная в отдельную игру. Ну, приобрести можно в Стиме, все как обычно. Также любители поиграть в кастомки в Доте 2 тоже знают эту карту. Ну и, наверное, люди, которые играют в кастомки в Старкрафте, явно играли в интерпретации этой карты. Что же нам предлагает эта отдельная игра? Теперь у нас есть компания на одного игрока. То есть мы можем проходить эту игру. Здесь много миссий и по ходу миссий мы открываем новые перки. То есть учимся делать новые башни. И, собственно, знакомимся с игрой. Очень классный режим. Для тех, кто никогда не играл и не знает, как работает вот этот вот Tower Defense, где у нас есть много башень с различными элементами, я скажу так, это очень здорово. Потому что, проходя компанию, просто новички могут познакомиться с особенностями игры и понять, как это что работает. Также у вас будет прокачиваться уровень вашего аккаунта персонажа, если хотите. И вы можете покупать различные косметические предметы, получая очки опыта вот за уровень. Поэтому каждый строитель будет индивидуален. И это забавно. Можно выделиться среди друзей, либо среди наших соперников, с которыми мы будем соревноваться, если мы захотим играть не синглплеер. Также, кроме выбора сложности, в каждой миссии кампании есть свой челлендж. Например, пройти эту карту, не используя никаких элементов, что достаточно разноображивает и забавляет наш геймплей. Ну а дерево прокачки очень разноображивает наш игровой процесс. Таким образом, мы не имеем изначально доступа ко всем башням, и нам нужно поиграть побольше, попрокачиваться, чтобы иметь возможность строить самые сильные башни и открывать их, что достаточно, опять же, интересно и забавно. Как же все это выглядит в игре? Алды, приготовьтесь к приступу ностальгии. Классическая всем знакомая карта. Очень-очень круто. Управление вполне такое привычное, тоже варкрафтовское. Движок, грубо говоря, сделан очень похоже. В правом верхнем углу наша статистика, наши перки, наше текущее золото, статус волны и прочее. А справа внизу можно посмотреть карту и можно изменять скорость игры от 0.5 до х10. Это очень помогает, особенно если вы перепроходите какие-то одни и те же уровни несколько раз подряд, что значительно сокращает ненужное время, если вы не хотите смотреть 5 раз подряд на первую волну с коровами. Сетка строительства, все как вы привыкли. Обычные башни можно улучшать в башне элементов за определенные суммы. Все управление внизу, настраивается легко на Q, V, E, R, либо на кнопочки с элементами. И начинается волна. То есть наши все привычные юниты. Здесь у нас коровы. Если я не ошибаюсь, в стандартном элементе D, в который я давно не играл, были овцы. И вот так это все выглядит на ускорении, что достаточно, опять же, забавно смотрится. Все удобно. И вот так вот мы проходим уровни. Можно приблизить экран, чтобы посмотреть на всю эту красоту поближе, как наши башни справляются с поставленными задачами. Можно также посмотреть на все это и подальше. Прям с птичьего полета, как вы видите, очень-очень далеко отдаляется камера. Также классный элемент это гибкая настройка атаки башень. То есть вы можете выбирать, чтобы башня атаковала только цель, которая быстрее всех бежит. Цель, которая находится в гуще событий, чтобы повысить АОЕ урон. Либо вы можете самую последнюю цель выбирать, чтобы башня добивала ее или там наносила урон. Короче, очень классно для стратегов. И если вы не знаете, как работает каждая башня, их очень удобно отсортировать. По, к примеру, дальности урона, по типу. Это баф, либо какая-то способность у башни. Очень-очень классно и удобно сделано для игроков. Что же еще предлагает нам эта замечательная игра? Любителям хардкорных челленджей в игре на выживание есть очень много различных настроек. Кроме сложности, вы можете начинать с какой угодно волны. Вы можете просто начать фармить боссов, начиная с достаточно высокой суммы ресурсов. Изначально из волны номер 100, например. Или вы можете поставить вообще какой-нибудь сумасшедший режим, где вы не будете знать, какая следующая волна. И полный рандом, то есть могут быть волны, которые летающие прям на второй волне прилетать. Чего по стандарту просто не бывает. Поэтому тем, кто очень-очень-очень много поиграл в элемент ТД, я могу сказать, что вы в этой игре найдете много чего нового для себя. И новых челленджей и испытаний. Поэтому вам я точно бы порекомендовал как минимум попробовать в это поиграть. Также каждому любителю игр жанра Tower Defense тоже рекомендую, потому что это просто легенда. Соприкоснуться с легендой всегда стоит, всегда стоит попробовать в такое поиграть. Так что общий вердикт по элемент ТД 2 у меня такой. Играть стоит, ребята, стоит и в это играть. Это реально классная вещь. Как для тех, кто хочет поностальгировать, так и для тех, кто вообще в это никогда не играл. Потому что в ней теперь разобраться намного проще. Все понятно, все есть руководство. И в это просто банально интересно играть. Синглплеер компания очень-очень классно зашла мне. Поэтому всем рекомендую. И всем до новых встреч.